Художники, и я об этом скажу, потому что я прочувствовала и на детях, и на самой себе. В пленэр мы ходим и по осени, даже зимой, и по весне обязательно. И всегда, даже с удовольствием приветствуется пленэр в летние периоды. Начинаем с таких маленьких этюдов. То есть, прежде чем мы выполним работу, мы начинаем с таких маленьких этюдов. Вот такие вот маленькие этюды мы выполняли в Сочи. Это не под моим руководством, а под руководством другого преподавателя. То есть, это то, что я научила детей, они уже там себя смогли не показать. Мы такие выполняли, и вот такие вот маленькие этюды. К любой работе, которую мы начинаем выполнять, прежде чем выполнить, мы идем на генэр. А, вот так. То есть, работу можно нарисовать по памяти, по вашей жизни, но можно еще и немножечко по эскизам. То есть, тогда, когда мы бываем на пленэре. То есть, эта тематика. В Сочи, в Сочи мы выпускаем, то есть, да, в городе Сочи, мы были на конкурсе, привезли с собой, сделали персональную выставку из 15-й работ, делали много вот массовых этюдов. Это не все. И плюс еще 15 работ формата 40 на 60 больших, потому что там выставили. Единственное, мы немножко столкнулись, да, потом перешли вот на такой формат. Единственное, мы столкнулись по цвету. В каждом городе, или, скажем, каждой стране, немножко цветовая гамма разная. У нас более спокойный цвет, а вот в Сочи яркие, насыщенные цвета. Но я хочу сказать, переходя уже на третий день по работе, первая, вторая, третья, если пять учеников я возила, третья работа у них уже более удалась, интереснее стало. То есть рост это чувствовался за три дня, и дети все приехали с дипломами и имеют кубок. Так, учитывая то, что в пастели мы всегда два вида изобразительного искусства употребляем, живопись, это я чуть попозже скажу, живопись и, так, сейчас в ручку, живопись и графику, то все виды изобразительного искусства мы используем. В основном, конечно, пейзажи, используем портреты. Так, у нас вот такие вот натюрморты, это здесь в карандаше. Это в теплых и холодных тонах, то есть имеется в виду, по три карандаша берется, выполняется. И потом дети друг другу помогают о том, что смотрят и видят свои работы, дают толчок, и они дальше уже не продолжают. Когда я давала открытый урок в поселке Прибрежем, то мы выполняли, копировали работу нашего художника-левитана «Вечер на Волге». Это две ученицы выполняли, Верикова Диана, Смирнова Дарья, они дипломанты. Приблизительно за 40 минут они выполнили эту работу. Те ребята, которые первый раз, они выполняли вот на таких форматах, на таких форматах тоже. Работы интересные получились, задачи справились, вот так даже здесь у меня, там и так. Работы, задачи справились, но и это говорит о том, что каждая копия имеет свои способности, навыки. И первый раз немножко сложновато, но задачи справились все. Работы все получились разные и интересные, это просто вот часть работы. Исторический жанр у нас тоже идет, вот посмотрите, исторический жанр, это мы вот Толстого выполняли несколько работ, отправляли на выставку. Да, скачки, вот это в наших местах, мы должны знать, и исторический момент его тоже. И как в основном я, так, ну вот это вот маленький этюд, потому что, то есть работу мы выполняли чуть побольше, это на плене, на мастер-класс в Польше. Я одну работу взяла, потому что дети захотели сами себе оставить себе работу, но попросила одну для того, чтобы на будущее показать, например, даже не в своей школе, а своим детям. И как ведет у нас в основном рисунок, больше внимания мы отдаем карандашу, гравитному карандашу. Сейчас я покажу работу. Мы, вот, да, это у нас и графика, это графика, это графика, да, графика, это графика. Вот, обычно мы выполняем работу на формате А3, потому что рисунок, он медленный, часы постоянно убавляют, и дети, для того, чтобы как бы продолжить дальше работу, быстрее их заинтересовать, учитывая, что это дополнительное образование, поэтому надо почаще менять работы. Побыстрее, чтобы все шло, хотя контрольность и работа у нас идут на формате А3, А2, половина ватмина. Половина ватмина, это у нас все выпускные и контрольные работы. Дети все разные, но у нас достаточно есть способные детки. Вот, пожалуйста, посмотрите, у нас девочка. Вот, это карандаш. Затем мы берем, после этого формата, вот, маленького, мы берем уже побольше А4, и потом переходим постепенно вот к такому формату. То есть берем большой пастельный лист, да, и делим.